Эмин, здравствуй. Эмин, вы недавно выступили с заявлением и заявили, что есть реальная угроза в вашей жизни. И это заявление появилось буквально недавно, сразу же после окончания так называемых первых европейских игр, которые прошли в Азербайджане. Насколько реальная угроза, откуда она исходит и что вас принудило выступить с таким заявлением, я, насколько знаю, это было очень широко освещено в западной прессе, в немецкой прессе. Что происходит? Эта угроза, я воспринимаю ее очень серьезно. А что разгневало власти? Речь идет о том, что, во-первых, Мейдан ТВ является одним из двух-трех независимых групп. Мы пытаемся информировать наше общество о том, что происходит в Азербайджане. Наша аудитория очень сильно растет и правительство было обеспокоено всем этим. Но недавно правительство инвестировало 8 миллиардов в Олимпийские игры. Вы знаете, первые Олимпийские игры прошли в Азербайджане. Они хотели, и лично Ильхам Алиев думал, что это будет самый большой пиар в его жизни. И самое его большое достижение. Это было видно потому, как он брал факел олимпийский. И когда он даже награждал медалистов, он сам лично их награждал. А что здесь плохого? То есть мы проводим игры, мы усиливаем имидж Азербайджана во всем мире. Мы вкладываем в инфраструктуру страны. То есть позиция властей такова, что а что здесь плохого, что вам не нравится? Я скажу вам, приведу пару фактов. Вы понимаете, страна, где учитель получает в месяц 150 долларов, где ветеран Карабахской войны получает 50 долларов в месяц поддержку от государства, где спикер парламента заявляет, что не нужно, чтобы азербайджанцы учились за рубежом, хотя дети министров, дети президента, дети богатых азербайджанцев, которые, конечно, являются чиновниками и являются частью этой олигархии, они все учатся за рубежом, в самых лучших университетах. И эти несколько миллиардов в любой другой стране можно было бы использовать совсем по-другому. Алиев, он стал заложником своих вот этих глобальных амбиций. То есть, когда ты инвестируешь 8 миллиардов, когда ты хочешь проводить такие масштабные спортивные мероприятия, конечно, интерес мирового медиа к тебе будет огромным. И мировое медиа, это независимые разные телеканалы, газеты, они будут писать, конечно, о проблемах. И вот они никак не могут с этим смириться. И поэтому то, что они, вот видите, угрожают мне, то есть президент Ильхам Алиев хочет меня убить в Германии, они, значит, сажают в тюрьмы, они начинают охотиться даже за теми, кто их критикует, и те, кто вне страны, да. Начинают закрывать границы вот этим советском, сталинском стиле для своих граждан. И недавно, конечно, апофеоз всего этого было заявление главы международного отдела президентской администрации «Новруза Мамедова» недавно о том, что Азербайджан собирается выходить из Совета Европы, о том, что Азербайджан полностью собирается изменить свой, значит, внешнеполитический курс. И это показывает, я думаю, то, в каком направлении все-таки Алиев и его команда движутся. И я считаю, что прежде всего это также измена политики своего же отца, потому что Гейдар Алиев, он всегда вел многовекторную политику, то есть балансированную политику. Но в последнее время мы видим, конечно, очень сильный крен Ильхама Алиева в сторону Путина, и вот этот отход от Запада, я думаю, это очень опасная тенденция для всех нас. Вы боитесь за свою жизнь? Я не боюсь за свою жизнь. Против меня очень часто звучали разные угрозы. Я письменно получал и устно, и через третьих лиц, но я никогда не прекращал вести борьбу. Борьбу за свободу слова, борьбу за то, чтобы граждане в нашем обществе имели доступ к независимой информации. И, конечно, я буду продолжать эту борьбу. Спасибо. Спасибо вам.